На прошлой неделе в Сарове произошло 5 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшей. Эта авария вызвала большой общественный резонанс. 21 июня в 8.05 у дома 7 на проспекте Октябрьском водитель, 1994 года рождения, управляя автомашиной Kia Seed, наехал на женщину, которая переходила нерегулируемый пешеходный переход. Пострадавшую на скорой доставили в КБ номер 50. Ей поставили диагноз травматической ампутации ноги, оскольчатый перелом плечевой кости, травматический шок. Дочь, потерпевшая, записала обращение и разместила его в социальных сетях. Если у вас есть любая информация, видеоматериалы, фотографии, пожалуйста, пришлите мне в личные сообщения. Нам сейчас нужна любая помощь, потому что человек, который ее сбил, пытается уйти от ответственности. Расскажу о ее состоянии. Машина ехала на высокой скорости, и ее сбили, и машина протащила несколько метров. Отрывалась нога, была огромная кровопотеря, переломан таз, сломан шейный позвонок, ключица, плечевая кость, так как я понимаю, рука в двух местах сломана, очень большая гематома печени и легких, то есть ушиб легких, она не может сама дышать. Как рассказала Полина, после аварии ее мама была в сознании и разговаривала с женщиной, которая оказывала ей помощь. Сейчас она в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии. На водителя составлены административные материалы, в том числе с управлением автомобилем с тонированными стеклами. Ранее ему выдавали требования его устранить. Там уголовное дело, то есть будут разбираться, обязательно дождутся результатов, какие именно телесные повреждения получил пешеход. В соответствии, здесь очень дезекладательством будет принято решение. Это процесс не быстрый просто. Также ДТП попало на камеры здания Саров гидромонтажа, его тоже приобщили к делу. Кроме того, была информация о том, что мужчина изначально скрылся с места аварии, а потом вернулся. Нет, он не уехал. То есть был совершен наезд на пешехода, наезд на пешехода, и он по инерции проехал практически там до перекрестка. Потом осознал, что он совершил наезд, развернулся и подъехал к месту наезда. То есть не было такого, что он куда-то уехал, где-то там был, потом приехал. Дело отправили в следственный отдел. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.